Время городских новостей Время городских новостей Как раз этот закон и сработал в Харциске 31 декабря, когда жители нескольких районов города остались в новогоднюю ночь без электричества. Первое отключение было 31 декабря и закончили по подключению последних абонентов восстановление 2 января. Бригады РС работали и ночью и днем, то есть они практически круглосуточно работали, буквально там замена смены была. И от первого числа они работали, закончили ночью где-то порядка полтретьего, три ночи. Они восстанавливали в районе прокуратуры, потом они уже продолжили работу, уже в часов 7 они были на линии. Поэтому, то есть фактически, да, люди без отдыха устраняли по максимуму аварии. В принципе, за это им большое спасибо, потому что действительно в условиях, что было обледенение, из-за этого ветки нависания было, то есть максимум усилий приложили, ребята работали. Всего за прошедшие новогодние выходные случилось три аварийных отключения электроэнергии. Первый раз в новогоднюю ночь, а во второй раз это произошло с 6 на 7 января, то есть под Рождество. И опять в тех же районах города, в Октябрьском поселке и на Тресте. Уже с 7 числа было подключено порядка 98% абонентов и 20 абонентов закончили 8 числа. Мы, в принципе, тоже работали и ночью, и днём бригады аварийные РС, поэтому устраняли по максимуму как можно быстрее, чтобы людям доставить меньше дискомфорта. Причиной всех этих аварий, по словам коммунальщиков, стали неблагоприятные погодные условия. А поскольку без электроснабжения в основном остался частный сектор, где во многих домах установлены современные котлы с электронным управлением, бригады энергетиков занимались восстановлением оборудования и линий электропередач без перерывов в овральном порядке. Не довелось скучать в новогодние выходные и работникам горводоканала пришлось ликвидировать несколько порывов. Были аварийные ситуации, были и остановки микрорайонов, есть и были люди, повреждения, утечки, в связи с чем до людей не хватало давления в частном секторе. То есть работали также в праздничные дни водоканала очень много, устраняли порывов. К счастью, что была теплая погода, поэтому снегоборьбы как таковой не было. Было 9 числа, только выход, когда снег пошел, осуществляли почистку, чтобы меньше оставалось наледи на дорогах и каши. И также уже на ночь посыпка пошла с 9 на 10. Как известно, в ДНР уже несколько месяцев действует закон об обязательном автостраховании. Однако в связи с некоторыми техническими и юридическими нюансами сотрудники госавтоинспекции пока не проверяют наличие у водителей полисов ОСАГО и, соответственно, не штрафуют за отсутствие страховки. Но только пока. Ситуацию прокомментировал заместитель начальника управления ГАИ МВД ДНР Сергей Паршиков. При принятии закона ДНР об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств возникли юридические и технические вопросы по применению отдельных норм данного закона. МВД ДНР подготовлены предложения по урегулированию этих вопросов. В Народном совете с участием заинтересованных министерств и ведомств проведено конструктивное совещание по обсуждению изменений и уточнений в закон. В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию предложений МВД для выполнения требований законодательства в части привлечения водителей к административной ответственности. В ближайшее время после принятия изменений в закон об ОСАГО сотрудники ГАИ МВД ДНР начнут привлекать нарушителей страхового законодательства к административной ответственности. Свыше 700 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в ДНР за минувшие длинные новогодние выходные. В республике продолжает действовать масочный режим. Медики по-прежнему рекомендуют гражданам соблюдать социальную дистанцию в местах большого скопления людей, регулярно пользоваться антисептиком и как можно чаще мыть руки. В период пандемии эти простые правила гигиены являются одним из главных инструментов борьбы с распространением вируса. В минувшем году больше 15 тысяч жителей республики на себе испытали всю тяжесть борьбы с коронавирусом. Почти 5000 человек встречали Новый год в стационаре или на домашнем лечении. Для 1378 граждан в 2020-м диагноз COVID оказался смертельным. Пока в ДНР отмечали новогодние и рождественские праздники, государственная лаборатория продолжала работу. 2, 5 и 8 января там делали тесты на коронавирус. Было проведено в общей сложности почти полторы тысячи исследований. В итоге у 636 граждан болезнь подтвердилась. Еще у 88 человек диагноз был установлен по клиническим показаниям. По информации Минздрава, в период с 31 декабря по 8 января от коронавируса скончались 60 пациентов. Таким образом, по состоянию на 9 января на территории ДНР зафиксировано 16 042 подтвержденных случая инфекции COVID-19. На лечении в настоящий момент находятся 5 363 человека. Выписаны 9 241. Летальных случаев – 1438. Сегодня закончились праздничные зимние каникулы и для большинства детей, и для многих взрослых. Организаторы городских новогодних праздников берут паузу после целой вереницы шумных мероприятий с хороводами, песнями и театральными представлениями, поднимавшими настроения харцизян в первой декаде января. Новогодний марафон стартовал в Харцизке вместе с открытием главной городской елки. И далее, как обычно говорят в подобных случаях, понеслось. Для жителей нашего города проводилась череда ежедневных мероприятий. В организации данных мероприятий принимало участие как отдел культуры, городской дворец культуры, так и отдел образования, территориальный центр, отдел спорта, отдел молодежи, а также другие учреждения. Были еще организованы детские льготные утренники, а также детские спектакли. Начальник отдела культуры, как, к слову, и многие другие харцизяне, успела побывать на всех мероприятиях без исключения. Благо, начало января прошло без погодных катаклизмов, так что игровые программы, танцевальные марафоны, шоу Дедов Морозов и песенные батлы состоялись под открытым небом при, в общем-то, вполне благоприятных условиях. В самом ДК тоже поселился праздник. Сказочные представления для детей в Харциск привезли. 5 января – Донецкий музыкально-драматический театр и 8 января – Театр кукол. 8 числа для детей города Харциска был организован приятный сюрприз и приехал Театр кукол с города Донецка. Помимо кукол их ждал еще один сюрприз. Для них была установлена горка. Несмотря на то, что у нас сейчас не хватает немного снега и не совсем, наверное, погодные условия, мы смогли организовать для детей праздничное настроение, и ребята получили массу удовольствия. Заключительный аккорд новогодней кутерьмы прозвучит в пятницу, 15 января. В обрамлении праздничных песен и танцев в Харциске пройдет церемония закрытия городской елки. Что ж, праздники, увы, не могут длиться вечно. Настраиваемся на рабочий лад и до встречи на канале ТВСФЕРА. 12 января 1913 года в селе Старобешево Мариупольского уезда Екатеринославской губернии родилась Просковья Никитишна Ангелина. К 16 годам простая сельская девица окончила курсы трактористов и оседлав железного коня отправилась пахать, преодолевая не только сопротивление почвы, но и инерции людского мышления. Сельская общественность была уверена, что место женщины у кухонной плиты, в крайнем случае за швейной машинкой, но уж никак не за рулем диковинного агрегата. Тем не менее, Паша Ангелина уже в 1933 году организовала женскую тракторную бригаду, которая успешно перевыполняла план, а ее бригадир стала символом технически образованной советской работницы. Для поддержания РНМ Просковья Никитишна окончила сельхозакадемию, продолжая ударно трудиться на безбрежных полях родной страны, обуздав очередного железного коня. 12 января в поселке Старобешево, как во всем нашем регионе, облачно, с прояснениями, температура воздуха минус 1 градус, юго-восточный ветер 4-7 метров в секунду, ночью облачно, возможны осадки, температура воздуха минус 3 градуса, ветер восточный 7-9 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин